В Екатеринбурге будет видеться бульварная лента. Это целая сеть пешеходных дорожек, которая объединит зеленые зоны нового Екатерининского парка. Таким образом, прогуливаясь среди деревьев, можно будет дойти от центрального стадиона до дворца молодежи. Над концепцией паркой думали эксперты-градостроители. В итоге выбрали проект с фонтаном-трансформером и яблоневым садом. Разведку на местности провела сегодня Юлия Анашкина. Существующая автомобильная дорога здесь больше не будет. Останется только трамвайная линия. Асфальтовые границы между двумя парками вскоре сотрут. Зеленые зоны за дворцом молодежи и возле вечного огня сольются в одну, по утвержденному проекту. Согласно выбранной концепции, через пару лет здесь появятся новые тротуары, спортплощадки и яблоневый сад. По оси бывшего отрезка лесбульвара предполагается размещение яблоневого сада. Соответственно, он весной будет цветущий и благоухающий. Изменить пространство у центрального стадиона городские архитекторы решили, когда перекроили здесь дорожное полотно. После реконструкции территория превратилась в пять отдельных зеленых островков. И гулять горожанам стало неудобно. Поэтому их соединят и даже расширят. Концепция победителя – это бульварная лента, объединяющая все территории в единый бульвар. Соответственно, у нас будут связаны парк 22-го, парк съезда, со сквером коммунаров и с парком коммунаров. Затем связаны с территорией, прилегающей к институту и медучилищу. Все это станет единым пространством. В Зеленом кольце появятся свои бульвары – цветочной парковой молодежи, медицины и спорта. И перемещаться с одного края парка до другого горожане будут исключительно по ним. Пешеходных мостов, которыми предлагалось соединить парки, в концепции все же не будет. Такие идеи архитекторы сочли недостаточно убедительными. Поэтому все переходы через магистрали планируются сделать наземными. Скорее всего, бульварная часть будет выше автомобильной, чтобы водители перед ней снижали скорость. Изюминкой нового Екатерининского парка станут две площадки с фонтанами. Первая зимой будет превращаться в каток, вторая сможет выполнять аж три функции – сухого фонтана, водного зеркала и зоны для праздников. Чтобы клумбы и газоны здесь были практически вечно зелеными, авторы концепции разработали календарь цветения. Горожане ждут не дождутся, ведь пока эти мини-парки для пешеходов неудобны. Тут можно запутаться, где переходить дорогу. Очень много светофоров и не всегда понятно, на какой именно надо идти. Ну так будет удобнее ходить. Уже сразу знаешь, куда идти по прямой. Однако новому проекту «Бульварная лента» предстоит еще много доработок. На основе концепции будет создано техзадание и собственно смета. Благоустройство начнут весной, чтобы успеть завершить его к чемпионату мира по футболу. Юлия Анашкина, Евгений Дробышевский. Главные новости Екатеринбурга.